Слава Богу, Пурим начинается вечер 28 февраля 2018 год до начала праздника Пурим Хак Пурим, Хак Пурим Слава Богу, дорогие друзья, слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю Приветствую всех, возлюбленные, и сегодняшний эфир посвящен празднику Пурим Да, сегодня у нас 28 февраля, последний день зимы по солнечному календарю гражданского нашего исчисления Вот, но на 28 февраля в текущем 2018 году выпало начало праздника Пурим Да, сегодня вечером Пурим, вот, и сегодня торжество, ликование, радость Вот, и уже вечер, вот, и уже, как бы, да, завершился день, 13-й день, если считать лунный календарь То 13-й день числа, 13-е число месяца Адара Закончилось, начиналось 14-е число В общем-то, если, даст Бог, будет ясное небо у нас То сможем и увидеть здесь, в Киеве, тоже полную луну Так вот, во время полнолуния, месяца Адар, Бог совершил чудо Чудо спасения народа своего, да Мы эту победу до сих пор празднуем, радуемся, ликуем, торжествуем Вот, и он совершил эту победу через обычных людей Которые доверяли ему и доверяют Он через таких обычных людей, которые доверяют ему Он и сейчас совершает свой божественный праздник Свой божественный Пурим, свое избавление Вот, и сегодня, к тем, кто подключается Я как раз говорю, что сегодня праздник Пурим Этот праздник, во-первых, все евреи его празднуют И все иудеи его празднуют Вот, но этот праздник, он также является действительно великим праздником Для всех, независимо от нашей национальности, культуры, традиции Для всех, кто чтит именно Библию, как Божье слово, как Божье откровение И это особенное такое переживание, особенная радость Да, слава Богу Вот, и сегодня я открою здесь как раз книгу из Сфири для чтения Вот, сейчас здесь у меня откроется на компьютере книга Вот, и одно из таких повелений, да, о Библии на этот праздник И вообще, одна из таких известнейших традиций в этот праздник Читать книгу из Сфири, да, как раз читать об истории этой Вот, я думаю, многие из вас уже побывали на Пуримшпиль Или же смотрели в интернете Я, в общем-то, на своих страницах много, где опубликовал Разные эти спектакли еврейские, мессианские, традиционные, ортодоксальные Разные спектакли Называется Пуримшпиль Пуримшпиль Кстати, кто еще не был ни разу на Пуримшпиль, вживую То у вас есть прекрасная возможность Кстати, какого числа, я сейчас посмотрю, слушайте Здесь, в Киеве, будет очень хороший Пуримшпиль Уже коллектив такой, уже как бы известный довольно И не только в еврейских кругах киевских А, в воскресенье будет, 4-го числа, 4-го марта Да, в воскресенье, я постараюсь тоже быть Это, значит, зайдете на страницу, там, киевская, еврейская, мессианская община И попадете там, как раз, на эти новости все Вот, поэтому, вот, рекомендую, как раз, вот, прийти Вот, в субботу, здесь, вот, неподалеку, шаббат проходит Еврейский, мессианский шаббат Вот, кстати, давно уже не был уже там Вот, хочу тоже побывать И Пуримшпиль, этот концерт Так, сейчас я посмотрю, где у нас, вот, книга из Фири А, прямо с первой главы открою Вот, слава Богу Да, друзья Так что, с праздником Хак Самех Или Хак Пурим Хак Пурим Самех Всем веселого и радостного праздника Пурим И в этот день принято, ну, понятно, подарки Гостинцы В этот день, вот этот Пуримшпиль Играем, значит, вообще в эти дни Пуримные Вот, кстати, в Одессе тоже будет хороший Пуримшпиль Да, вообще, вот, в Украине огромное количество этих коллективов Вот, да и просто самодеятельные такие коллективные Вот, играют в Пуримшпиль Эти концерты еврейские Ну, а те, кто, может, не знают, что это такое То, пожалуйста, вот, в интернете наберите Посмотрите Не пожалеете Многие разные варианты есть в Пуримшпиле Вот, по-моему, этот называется Свадьба в Шушановке Как-то так Хорошо, друзья Вот, и, конечно, вот По милости Господней Пурим Пурим 5778 года Объявляю Открытым Ох, спасибо Господь И читаю из Библии Книгу Исфирь В этом прямом эфире Сегодняшним вечером читаю книгу Исфирь В общем-то, в прошлые вечера Прошлые, позапрошлые Я тоже читал фрагменты некоторые Но сейчас хочу прочесть Как раз Всю книгу Она небольшая Вот Но Как и вся Библия Во многом такая таинственная книга Вот, и Как бы есть прямой смысл, да Есть скрытый смысл Есть такая мудрость такая Вот Действительно Спасибо Богу за его слово И было написано После севого дни Артаксеркса Этот Артаксеркс Царствовал над 127 областями От Индии до Эфиопии В то время, как царь Артаксеркс Сел на царский престол свой Что в Сузах, городе престольном В третий год своего царствования Он сделал пир для всех князей своих И для служащих при нем Для главных начальников войска Персидского и Медийского И для правителей областей своих Показывая великое богатство Царства своего И отличный блеск величия своего В течение многих дней 180 дней По окончании этих дней Сделал царь для народа своего Находящегося в престольном городе Сузах От Большого до Малого Пир Семидневный На Садовом дворе Дома Царского Белые бумажные Яхонтово цвета шерстяные ткани Прикрепленные висонами и перпуруми шнурами Висели на серебряных кольцах И мраморных столбах Золотые и серебряные ложи Были на помосте Устанные камнями зеленого цвета И мрамором, и перламутром И камнями черного цвета Напитки подаваемые были в золотых сосудах И сосудах разнообразных Ценой в 30 тысяч талантов И вина царского было множество По богатству царя Питье шло чинно Никто не принуждал Потому что царь дал такое приказание Всем управляющим в доме его Чтобы делали по воле каждого И царица Астинь Сделала также пир для женщин В царском доме царя Артаксеркса В седьмой день Когда развеселилось сердце царя от вина Он сказал Мегуману Бисфе, Харбоне, Бикфе, Авакфе Зефару и Каркасу Семи Евнухом Служившим предлецом царя Артаксеркса Чтобы они привели царицу Астинь Предлецо царя Венце Царском Для того, чтобы показать народам И князьям красоту ее Потому что она была очень красива Но царица Астинь не захотела Прийти по приказанию царя Объявленному через Евнухов И разгневался царь сильно И ярость его загорелась в нем И сказал царь мудрецам Знающим прежние времена Ибо дела царя делались Пред всеми знающими закон и права Приближенными же к нему Тогда были Киршана, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерес, Марсена, Мемухан Семь князей персидских и медийских Которые могли видеть лицо царя И сидели первыми в царстве Как поступить по закону С царицей Астинь За то, что она не сделала Послова царя Артаксеркса Объявленному через Евнухов И сказал Мемухан Предлецом царя и князей Не пред одним Виновна царица Астинь царем А пред всеми князьями И пред всеми народами Которые по всем областям царя Артаксеркса Потому что поступок царицы Дойдет до всех жен И они будут пренебрегать мужьями своими И говорить Царь Артаксеркс велел привезти царицу Астинь Преглецо свое А она не пошла Теперь княгини персидские и медийские Которые услышат о поступке царицы Будут тоже говорить всем князьям царя И пренебрежение и огорчение будет довольно Если благоугодно царю Пусть выйдет от него царское постановление И впишется в законы Персидские и медийские И не отменяется О том что Астинь не будет входить Пре лицо царя Артаксеркса А царское достоинство ее царь передаст другой Которое лучше ее Когда услышат о всем постановление царя Которое разойдется по всему царству его Как оно невелико Тогда все жены будут почитать мужей своих От большого до малого И угодно было слово сие в глазах царя и князей И сделал царь по слову Мемухана И послал во все области царя письма Писанные в каждую область письменами ее И каждому народу на языке его Чтобы всякий муж был господином в доме своем И чтобы это было объявлено каждому на природном языке его Вторая глава книги Свирь После сего Когда утих гнев царя Артаксеркса Он вспомнил о Бастинь И о том, что она сделала И что было определено о ней И сказали отроки царя, служившие при нем Пусть бы поискали царю молодых красивых девиц И пусть бы назначил царь наблюдателей Во все области своего царства Которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом В престольный город Сузы В дом жен Под надзор Гегая Царского Евнуха Стража жен И пусть бы выдавали им притирание И прочее, что нужно И девица, которая понравится глазам царя Пусть будет царицею вместо остинь И угодно было это слово в глазах царя И он так и сделал Был в Сузах, в городе престольном Один иудеянин именем Мардахей Сын Иаира, сын Семея Сын Киса из колена Вениаминова Он был переселен в Иерусалим Вместе с пленниками, выведенными из Иихонию Царем Иудейским Которых переселил на Вохадоносор Царь Вавилонский И был он воспитателем Гадасы Она же Исфирь Дочери дяди своего Так как не было у нее ни отца, ни матери Девица эта была красиво станом и пригожи лицом И по смерти отца ее и матери ее Мардахей взял ее к себе вместо дочери Когда объявлено было повеление царя И указ его, и когда собраны были Многие девицы в престольный город Сузы Под надзор Гегая Тогда взята была Исфирь В царский дом под надзор Гегая Стража жен И понравилась эта девица глазам его И приобрела у него благоволение И он поспешил выдать ей притирание И все назначенное на части ее И приставил к ней семь девиц, достойных быть при ней Из дома царского И переместил ее и девиц ее В лучшее отделение женского дома Не сказывала Исфирь ни о народе своем Ни о родстве своем Потому что Мардахей дал ей приказание Чтобы она не сказывала И всякий день Мардахей приходил Ко двору женского дома Чтобы наведываться о здоровье Исфири И о том, что делается с нею Когда наступило время Каждой девице входить к царю Артаксерсу После того, как в течение 12 месяцев Выполнено было над ней все Определенное женщинам Ибо столько времени продолжались Ее дни притирания Шесть месяцев мировым маслом И шесть месяцев ароматами И другими притираниями женскими Тогда девица входила к царю Чего бы она ни потребовала Ей давали все для выхода Из женского дома в дом царя Вечером она входила И утром возвращалась В другой дом женский подназор Шаасгаза Царского евнуха Стража-наложниц И уже не входила к царю Разве только царь пожелал бы ее И она призывалась бы по имени Когда настало время Есфири Дочери Аминадава Дяди Мордехея Который взял ее к себе Вместо дочери Идти к царю Тогда она не просила ничего Кроме того О чем сказал ей Гегай Евнух царский Страж-жен И приобрела Есфирь Расположение к себе В глазах всех Видевших ее И взята была Есфирь К царю Артаксерксу В царский дом его В десятом месяце То есть в месяце Тевефи В седьмой год его царствования И полюбил царь Есфирь Боли всех жен И она приобрела его благоволение И благорасположение Боли всех девиц И он возложил царский венец На голову ее И сделал ее царицей На место остинь И сделал царь Большой пир Для всех князей своих И для всех И для служащих при нем Пир ради Есфири И сделал льготу областям И раздал дары С царственной щедростью И когда во второй раз Собраны были девицы И Мордехай сидел У ворот царских Есфирь все еще не сказывала О родстве своем И о народе своем Как приказывал ей Мордехей А слово Мордехая Есфирь выполняла И теперь так же Как тогда Когда была у него на воспитании В это время Как Мордехей сидел У ворот царских Два царских евнуха Гавафа и Фара Оберегавшие порог Озлобились За то что предпочтен был Мордехей И замышляли Наложить руку на царя Артаксеркса Услышав о том Мордехей сообщил Царице Есфири А Есфирь сказала царю От имени Мордехея Дело было исследовано И найдено верным И их обоих повесили на дереве И было вписано О благодеянии Мордехея В книгу дневных записей У царя Третья глава Книги Есфирь После сего Возвеличил царь Артаксеркс Амана Сына Амадафа Вогиянина И вознес его И поставил седалище его Выше всех князей Которые у него И все служащие при царе Которые были у царских ворот Кланялись И падали ниц Пред Аманом Ибо так Приказал царь А Мордехей Не кланялся И не падал ниц И говорили Служащие при царе Которые у царских ворот Мордехею Зачем ты приступаешь По велению царское И как они говорили Семь уничтожным Наложить руку И за дня И за день И за день и из месяца В месяц Мордехе Серебра Я отвешу в руки Как приказал Погубить и истребить Более поздние вставки Великий царь Артаксеркс Начальствующим От Индии до Эфиопии Над 120 семью областями И подчиненным им наместником Царствую над многими народами И влавствую над всей вселенной Я хотел Не превозносясь Гордостью власти Но управляя Всегда кротко и тихо Сделал жизнь подданных Постоянно безмятежную И соблюдая царство свое мирным И удобо проходимым До пределов его Восстановить Желаемый для всех людей мир Когда же я спросил советников Каким бы образом Привести это в исполнение То отличающийся у нас мудростью И пользующийся неизменным благоволением И доказавший твердую верность И получивший вторую честь по царе Аман Объяснил нам Что во всех племенах вселенной Замешался один враждебный народ По законам своим Противный всякому народу Постоянно пренебрегающий царскими повелениями Дабы не благоустроялось Безукоризненно совершаемое нами Соуправление Итак Узнав что один Только этот народ Всегда противится Всякому человеку Ведет образ жизни Чуждый законом И противясь нашим действиям Совершает великие Величайшие злодеяния Чтобы царство наше Не достигло благосостояния Мы повелели Указанных вам в грамотах Амана Поставленного Над делами И второго отца нашего Всех с женами и детьми Всецело истребить Вражескими мечами Без всякого сожаления И пощады В тринадцатый день Двенадцатого месяца Адара Настоящего года Чтобы эти И прежде И теперь враждебные люди Были в один день Насильно Низвернуты Преисподнюю Не препятствовали нам В последующие времена Проводить жизнь Мирно и безмятежно До конца Вот И дальше написано уже Да Четырнадцатый стих Список с указа Отдали Отдать в каждую область Как закон Объявляемый для всех народов Чтобы они были готовы К этому дню Гонцы отправились быстро С царским повелением Объявлен был указ И в Сузах В престольном городе И царь и Аман Сидели и пили А город Суза Был в смятении Вот конец третьей главы Да Конечно страшно Готовился такой Холокост Шоа Готовилась Величайшая трагедия И у врага Были все шансы Истребить Фактически весь народ Божий Завис меч Над всеми Женщинами Детьми Стариками Над всеми Полностью Народ Божий Должен быть Искренен Так Постановил Аман Так Было Объявлено Во всех городах И вот Читаем Да вот Как раз На 13 число Этот Должен быть День Убийства Массового Геноцида Назначен И вот Четвертая глава Начинается С такого Писания Когда Мордохей Узнал Все Что делалось Разодрал Одежды Свои И возложил На себя Вретище И пепел И вышел На середину Города И взывал С воплем Великим И горьким Истребляется Народ Ни в чем Не повинный И дошел До царских Ворот И остановился Так как нельзя Было входить В царские Ворота Во вретище И с пеплом Равно И во всякой Области И месте Куда только Доходило Повеление Царя И указ Его Было Большое Сетование У иудеев И пост И плач И вопль Вретище И пепел Служили Постелью Для многих И пришли Служанки Исфири И евнухи И рассказали Ей И сильно Встревожилась Царица И послала Одежда Чтобы Мордохей Надел их И снял Себя Вретище Свое Но Он Не принял Тогда Позвала Исфирь Гаваха Одного Из евнухов Царя Которого Он Приставил К ней И послала Его К Мордохею Узнать Что это И от чего Это И пошел Гавах К Мордохею На городскую Площадь Которая Перед Царскими Воротами И рассказал Ему Мордохей Обо всем Что с ним Случилось И об Определенном Числе Серебра Которая Обещал Аман Отвесить В казну Царскую За иудеев Чтобы Истребить И вручил Ему Список Указа Обнародованного В Сузах Об истреблении Их Чтобы показать Исфири И дать Ее знать Обо всем Потом Наказывал Ей Чтобы она Шла Пошла К царю И молила Его о помиловании И просила Его за народ Свой Вспомнив Дни смирения Своего Когда она Воспитывалась Под рукой Моею Потому что Аман Второй По царе Осудил Нас на смерть И чтобы Призвала Господа И сказала Нас царю Да избавит Нас от смерти И пришел Гавах И пересказал Есфири Царя Мордахея И сказала Есфирь Гаваху И послала Его сказать Мордахею Все служащие При царе И народы Во властях Царских Знают Что всякому И мужчине И женщине Кто войдет К царю Во внутренний двор Не быв позван Один суд Смерть Только тот Кому прострет Царь Свой золотой Скипетр Останется жив А я Незваных царю Вот уже Тридцать дней И пересказали Мордахею Слова Есфири И сказал Мордахей В ответ Есфири Не думай Что ты Одна спасешься В доме царском Из всех Иудеев Если ты Промолчишь В это время То свобода И избавление Придет Для иудеев Из другого места А ты И дом отца Твоего Погибнете И кто знает Не для такого ли Времени Ты и достигла Достоинства Царского И сказала Есфири В ответ Мордахею Пойди Собери Всех иудеев Находящихся В сузах И поститесь Ради меня И не ешьте И не пейте Три дня Ни днем Ни ночью И я С служанками Буду так же Поститься И потом Пойду к царю Хотя это Против закона И если Погибнуть Погибну И пошел Мордахей И сделал Как приказал Ему Исфирь И молился Он Господу Вспоминая Все дела Господни И говорил Вот эта Вставка Молитвы Вы заметили В чтении Я вот Повторяю Я добавляю К чтению Вот эти Православные И католические Вставки Это более поздние Вставки Но Вот Они По своему Вот Оживляют Текст И считают Что Очень полезные Такие вставки В общем-то И вот Молитва Здесь Записано И молил Он Господу Молился Он Господу Вспоминая Все дела Господни И говорил Господи Господи Боже Царю Вседержителю Все в твоей власти И нет Противящихся тебе Когда ты захочешь Спасти Израиля Ты сотворил Небо И землю И все Дивное В Поднебесной Ты царь всех И нет такого Кто воспротивился Бы тебе Господу Ты знаешь Все Ты знаешь Господи Что не для обиды И не по гордости И не по тщеславию Я делал это Что не поклонялся Тщеславному Аману Ибо я охотно Стал бы Лобозать след Ног его Для спасения Израиля Но я сделал это Для того Чтобы не воздавать Славу человеку Выше славы Божьей И не поклоняться Никому Кроме тебя Господа Моего И я не стану Делать этого По гордости И ныне Господи Боже Царю Божий Аврамов Пощади народ Твой Ибо замышляют Нам погибель И хотят Истребить Изначальное Наследие Твое Не презри Достояние Твоего Которое Ты избавил Для себя Из земли Египетской Услышь молитву мою И умилосердисть Над наследием Твоим И обрати Сетование Наше веселье Дабы мы Живя Воспевали Имя Твое Господи И не погуби Уз Проставляющих Тебя Господи И все Израильтяне Взывали Всеми Силами Своими Потому что Смерть Их Была Пред глазами Их И царица Исфирь Прибегла К Господу Объятая Смертной Горестью И сняв Одежды Славы Своей Облеклась В одежды Скорби И сетования И вместо Многоценных Мостей Пеплом И прахом Посыпала Голову Свою И весьма Изнурила Тело Своё И всякое Место Украшаемое И молилась Господу Богу Израилеву Говоря Господи Мой Ты Один Царь Наш Помоги Мне Одинокий И не имеющий Помощника Кроме Тебя Ибо Беда Моя Близь Меня Я Слышала Господи От Отца Моего В родном Колене Моём Что Ты Господи Избрал Себе Израиля Из всех Народов И отцов Наших Из всех Предков Их В наследие Вечное И сделал Наших За то Что Мы Славили Богов Их Праведен Ты Господи И ныне Они Не удовлетворились Горьким Рабством Нашим Но положили Руки Свои В руки Идолов Своих Чтобы Не спровернуть Заповедь Уст Твоих И Истребить Наследие Твое И Заградить Уста Воспевающих Тебя И погасить Славу Храма Твоего И жертвенника Твоего И Отверсть Уста Народов На Прославление Тщетных Богов И Царю Плотскому Возвеличиться Вовек Не Придай Господи Скипетра Твоего Богам Несуществующим И пусть Не радуется Падению Нашему Но Обрати Замысел Их На них Самих Наветника же Против Нас Придай Позору Помяни Господи Яви Себя Нам Во время Скорби Нашей И Дай мне Мужество Царь Богов И Дай уста Моим Слово Благоприятное Пред Этим Львом И И Исполни Сердце Его Ненавистью Их Преследующему Нас На Погибель Ему И Единомышленникам Его Нас Жи Избавь Рукою Твоею И Помоги Мне Одинокой И Не И Помощника Кроме Тебя Господи Ты И И И И И И И И Знаешь Что Я ненавижу Что Я Гнушаюсь Знака Гордости Моей Который Бывает На Голове Моем В Одни Правления Моего Гнушаюсь Его Как Одежда Скверненной Кровью И Не Ношу Его В Одни Уединения Моего И Не Вкушала Раба Твоего Трапеза Амана И Не Дорожила Пиром Царским И Не Пила Вина И Доложат И Не Веселилась Раба Твоя Со дня Перемена Судьбы Моей До Ныне Кроме Как О Тебе Господи Боже Авраамов Боже Имеющий Силу Над Всеми Услышь Голос Безнадежных И Спаси Нас От Руки Злоумышляющих И Избавь Меня От Страха Моего Пятая Глава Книги Исфири На Третий День Исфирь Перестав Молиться Сняла Одежды Сетование Своего И Оделась По-царски И Сделавшись Великолепную Призывая Всевиться Бога И Спасителя Взяла Двух Служанок И На Одну Опиралась Как Бы Предавшись Неге А Другая Следовала За Нею Поддерживая Одеяние Е Она Была Прекрасна В Отсвете Красы Своей И Лицо Ее Радостно Как Бы Исполненной Любви Но Сердце Ее Было Стеснено От Страха И Стала Она Во Внутреннем Дворе Царского Дома Перед Домом Царя Царь Сидел Тогда На Царском Престоле Своем В Царском Доме Прямо Против Входа В Дом Облеченный Во все Одеяния Величие Своего Весь В Золоте И Драгоценных Камнях И Был Весьма Страшен Когда Царь Увидел Царицу Исфирь Стоящую На Дворе Она Нашла Милость В Глазах Его Обратив Лицо Свое Пламеняющее Славы Он Взглянул Сильным Гневом И Царица Упала Духом И Изменилась В лице Своем От Ослабления И Слонилась На Голову Служанки Которая Сопровождала Ее И Изменил Бог Дух Царя На Крутость И Поспешно Встал Он С престола Своего И Принял Ее В Объятия Свои Пока Она Не Пришла В Себя Потом Он Утешил Ее Ласковыми Словами Сказав Ей Что Тебе Исфирь Я Брат Твой Ободрись Не Умрешь Ибо Нашла Владычество Наше Владычество Общее Подойди Вот такая Вставка Красивая Очень Живописная Вот Дальше Второй Стих Пятая Глава И Простер Царь К Эсфири Золотой Скипетр Который Был В Руке Его И Подошла Эсфирь И Коснулась Конца Скипетра И Положил Царь Скипетр На шею И Поцеловал И Сказал Говори Мне И Сказала Она Я Видела В Тебе Господин Ангела Божия И Смутилось Сердце Мое От Страха Предславой Твоей Ибо Мутился И Все Слуги Его Утешали Е И Сказала Ей Царь Что тебе Царица И Сфирь И Какая Просьба Твоя Даже До Полуцарства Будет Дано Тебе И Сказала И Сфирь Ныне У меня День Праздничный Если Царю Благоугодно Пусть Придет Царь С Аманом Сегодня На Пир Который Я Приготовила Ему И Сказал Царь И Сказал Царь Есфири При питье Вина Какое Желание Твое Оно Будет Удовлетворено И Какая Просьба Твоя Хотя До Полуцарства Оно Будет И И Отвечала Есфирь И Сказала Вот Мое Желание И Моя Просьба Если Я Нашла Благоволение В очах Царя Если Царю Благоугодно Удовлетворить Желание Мое И И И Просьбу Мою То Пусть Царь С Аманом Придет Еще И Завтра На Пир Который Я Приготовлю Для Них И Завтра Я И И Вышел Аман В тот День Веселый И Благодушный Но Когда Увидел Аман Мордехая У ворот Царских И Тот Не Встал И С места Не Тронулся Пред Ним Тогда И Исполнился Аман Гневом На Мордехея Однако Ж Скрепился Аман А Когда Пришел В дом Свой То Послал Призвать Позвать Друзей Своих И Жену Свою И Рассказывал Им Аман О великом Богатстве Своем И О множестве Сыновей Своих И Обо Всем Том Что Возвеличил Его Царь И Как Вознес Его Над Князьями И Слугами Царскими И Сказал Аман Да и Царица Исфирь Никого Не Позвала На пир С Царем На пир Который Она Приготовила Кроме Меня Так И На завтра Я Зван К ней С Царем Но Всего Этого Недовольно Для Меня Доколе Я Вижу Мордехая Иудеянина Сидящего У Ворот Царских И Сказал Ему Зерис Жена Его И Все Друзья Его Пусть Приготовят Дерево Царем И Понравилось Это Слово Аману И Он Приготовил Дерево Шестая Глава Книги Исфири В ту Ночь Господь Отнял Сон От царя И Он Велел Слуге Принести Памятную Книгу Дневных Записей И Читали Их Пред Царем И Найдено Записанным Там Когда Нес Мордехай На Гавафу И Фару Двух Емнух Царских Оберегавших Порог Которые Замышляли Наложить Руку На Царя От Таксерца И Сказал Царь Какая Дана Почесть И Отличие Мордехаю За Это И Сказали Отроки Царя Служивший При нем Ничего Не Сделано Ему Когда Царь Расспрашивал О благодеянии Мордехая Пришел На Двор Аман И Сказал Царь Кто На Дворе Аман же Пришел Тогда На Внешний Двор Царского Дома Поговорить С царем Чтобы Повесили Мордехея На дереве Который Он Приготовил Для него И Сказали Отроки Царю Вот Аман Стоит На Дворе И Сказал Царь Пусть Войдет И Вошел Аман И Сказал Ему Царь Что Сделал Б Тому Человеку Которого Царь Хочет Отличить Почестью Аман Подумал В сердце Своем Кому Другому Захочет Царь Оказать Почесть Кроме Меня И Сказал Аман Царю Тому Человеку Которого Царь Хочет Отличить Почестью Пусть Принесут Одеяние Царское В которое Одевается Царь И Приведут Коня На котором Ездит Царь Возложат Царский Венец На голову Его И Пусть Подадут Одеяние И Коня В руки Одному Из Первых Князей Царских И Облекут Того Человека Которого Царь Хочет Отличить Почестью И Выведут Его На коне На городскую Площадь И Провозгласят Перед Ним Так Делается Тому Человеку Которого Царь Хочет Отличить Почестью И Сказал Царь Аману Хорошо Ты Сказал Тотчас Возьми Одеяние И Коня Как ты Сказал И Сделай Это Мордехаю И Удеянину Сидящему У царских Ворот Ничего Не Опусти Из Всего Что Ты Говорил И Взял Аман Одеяни И Коня И Облек Мордехея И Вывел Его На коне На Городскую Площадь И Провозгласил Перед Ним Так Делается Тому Человеку Которого Царь Хочет Отличить Почестью И Возвратился Мордехей К Царским Воротам Аман же Поспешил В дом Свой Печальный И Закрыв Голову И Пересказал Аман Зереш Жене Своей И Всем Друзьям Своим Все Что Случилось С ним И Сказали Ему Мудрецы Его И Зереш Жена Его Если Из Племени Иудеев Мордехай Из-за Которого Ты Начал Падать То Не Пересилишь Его И Наверно Падешь Пред Ним Ибо С ним Бог Живый Они Еще Разговаривали С ним Как Пришли Евнухи Царя И Стали Торопить Амана Идти На Пир Который Приготовила Исфирь Седьмая Глава И Пришел Царь С Аманом Пировать У Исфири Царицы И Сказал Царь Исфири Так Как же и в этот второй день во время пира Какое желание Твое, царица Исфирь, оно будет удовлетворено И какая просьба Твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена И отвечала царица Исфирь и сказала Если я нашла благоволение в очах Твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель Если бы мы были проданы в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Исфири Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так? И сказала Исфирь Враг и неприятель этот злобный Аман И Аман задрепетал пред царем и царицей И царь встал во гневе своим с пира и пошел в сад при дворце Аман же остался умолять о жизни своей царицу Исфирь Ибо видел, что определена ему злая участь от царя Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Исфирь И сказал царь, даже и насиловать царицу хочет в доме у меня Слово вышло из уст царя и накрыли лицо Аману И сказал Харбон, один из евнахов при царе Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мордыхая Говорившего доброе для царя Стоит у дома Аммана, вышиной в пятьдесят локтей И сказал царь, повесьте его на нем И повесили Аман на дереве, которое он приготовил для Мордыхая И гнев царя утих Да, как говорится, не рой яму другому, да Да Восьмая глава В тот день царь Артаксеркс отдал царице Исфире дом Амана, врага иудеев А Мордыхая вошел при лицо царя, ибо Исфирь объявила, что он для нее И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана и отдал его Мордыхая Исфирь же поставила Мордыхая смотрителем над домом Амана И продолжала Исфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана вугиянина И замысел его, который он замыслил против иудеев И простер царь к Исфире золотой скипетр И поднялась Исфирь и стала пред лицом царя И сказала Если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его И справедливо сие дело пред лицом царя, и нравлюсь я очам его То пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа вугиянина Писанные им об истреблении иудеев во всех областях царя Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих И сказал царь Артаксеркс царице Исфири и Мордехею иудеянину Вот я дом Амана отдал Исфири И его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев Напишите и вы об иудеях, что вам угодно, от имени царя, и скрепите царским перстнем Ибо письма, написанные от имени царя, и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть месяц Сиван, в двадцать третий день его И написано было все так, как приказал Мордехею к иудеям, и к сатрапам, и к области начальникам и правителям областей от Индии до Эфиопии Ста двадцати семи областей, в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их, и на языке их И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и на моллах царских О том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей Истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен их имени разграбить В один день по всем областям царя Артаксеркса, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара Список с этого указа следующий, то есть вот тоже вставка такая большая, довольно неканоническая Великий царь Артаксеркс, начальствующим от Индии до Эфиопии над 127 областями и властителем, доброжелательствующим вам нам радоваться Многие по чрезвычайной доброте благодетелей, щедро вознаграждаемые почестями, чрезмерно возгордились и не только подданным нашим ищут причинить зло Но, не могшие насытить гордость, покушаются строить козни самим благодетелем своим Не только терять чувство человеческой признательности, но и часть надменностью безумных Преступно думают избежать суда все и всегда видящего Бога Но часто, и многие, будучи обличены властью, чтобы устроить дела, удостоверившихся им друзей, своим убеждением делают их виновными пролитие невинной крови и подвергают неисправимым бедствиям Хитросплетенным коварством лжи, обманывая непорочные благомыслия державных Это можно видеть не столько из древних историй, как мы сказали, сколько из дел, преступно совершаемых пред вами злобою недостойно властвующих Посему нужно озаботиться на последующее время, чтобы нам устроить царство безмятежным для всех людей в мире, не допуская изменений, но предоставляя дела обсуждать, обсуждая с надлежащей предусмотрительностью Так, Аман, Амадафов, Македонянин, поистине чуждый персидской крови и весьма далекий от нашей благости, быв принят у нас гостем, удостоился благосклонности, которую мы имеем ко всякому народу Настолько, что был провозглашен нашим отцом и почитаем всеми, представляя второе лицо при царском престоле Но, не умерев гордыни, гордости, замышлял лишить нас власти и души А нашего спасителя и всегдашнего благодетеля Мардыхая и непорочную общницу царства Исфирь со всем народом их домогался разнообразными коварными мерами погубить Таким образом, он думал сделать нас безлюдными, а державу персидскую передать Македонянам Мы же находим иудеев, осужденных этим злодеем на истребление, не зловредными, а живущими по справедливейшим законам сынами Вышнего Величайшего живого Бога, даровавшего нам и предкам нашим царство в самом лучшем состоянии Посему вы хорошо сделаете, не приводя в исполнение грамот, посланных Аманом Мадафовым Ибо он, совершивший это при вратах судских, повешен со всем домом По воле владычествующего всем Бога Воздавшего ему скоро достойный суд Список же с этого указа, выставив на всяком месте открыто Оставьте иудеев пользоваться своими законами И содействуйте им, чтобы восставшим на них во время скорби они могли отмстить В тринадцатый день двенадцатого месяца Адара, в самый тот день Ибо владычествующий над всем Бог, вместо погибели избранного рода, устроил им такую радость И вы, в числе именитых праздников ваших, приводите сей знаменитый день со всеми весельем Дабы и ныне, и после памятно было спасение для нас И для благорасположенных к нам персов И погубления строивших нам козни Всякий город или область вообще, которая не исполнит всего Несчадно опустошится мечом и огнем И сделывается не только необитаемой для людей, но и зверей и птиц навсегда отвратительной Вот такой царский указ здесь, приводится Неканонический текст, а дальше идет канонический снова текст Книги Исфирь, восьмая глава, тринадцатый стих И далее Список сего указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов Чтобы иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим Да, действительно, потому как был замысел вражеский Истребить полностью весь народ Израиля И евреи не имели права защищаться Как овцы обречены на заклание Но согласно уже второму указу Взялись евреи за оружие И могли уже встать на защиту своей жизни Своих семей, своей общины Да, вот такая перемена Вот, а тот самый Гитлер того времени, будем договорить, да, значит Который задумал истреблять евреев Он был повешен на том же древе, который сам приготовил для Мердыхая Как говорится, не рой, яма другому, да Да, и вот дальше написано, дочитаем Гонцы, написано, поехавшие верхом на быстрых царских конях Конях царских погнали скоро и поспешно с царским повелением Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе И Мердыхай вышел от царя в царском одеянии Яхонтово и белого цвета И в большом золотом венце И в мантии весонной и пурпоровой И город Сузы возвеселился и возрадовался А и у иудеев было тогда освящение и радость и веселье и торжество И во всякой области, во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его Была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день И многие из народов страны сделались иудеями, потому что на них напал страх пред иудеями Вот такая перемена Слава Богу Девятая глава В 12-й месяц, то есть вот в этот собственный месяц То есть месяц Адар В 13-й день Ну, уже 13-й закончился день Вот В этом году 13-я Адара выпала на 28-е февраля Вот уже завершившись уже Вот Написано дальше В который пришло время Исполнится По велению царя То есть по сути 13-я Адара это день победы Это день победы, да Слава Богу Интересно Так вот В тот день Когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними А вышло наоборот Что сами иудеи взяли власть над врагами своими И собрались иудеи в городах своих По всем областям царя Артаксеркса Чтобы наложить руку На На зложелателей своих То есть они Упредительный удар сделали такой Вот как бы По тем, кто готовил эти погромы Убийства Убийства Массовый такой геноцид Готовил Вот То евреи Нанесли упреждающий удар Будем так говорить Да Защита в нападении Будем так говорить Так Да Вот это написано здесь Так И написано И собрались иудеи в городах своих Чтобы наложить руку Да На зложелателей И написано И никто не мог устоять Предлицом их Потому что страх При ними напал на все народы Вот так вот И все князья В областях И сатрапы И области начальники И исполнители дел царских Поддерживали иудеев Потому что Напал на них Страх перед Мардыхаем И велик был Мардыхей В доме у царя И слава о нем Ходила по всем областям Так как сей человек Мардыхей Поднялся Поднимался Выше и выше И избивали иудеев Всех врагов своих Побивая мечом Умерщляя И истребляя И поступали С неприятелями Своими По воле своей В Сузах Городе престольном Умертвили иудеи И погубили Пятьсот человек И Паршандафу И Далфона И Асфафу И Парафу И Адалию Арифдафу Пармашфу Арисая Аридая Виезафу Десятерых сыновей Амана А вот Да Сына Амадафа Врага иудеев Умертвили они А на грабеж Не простерли руки Своей В тот же день Донесли царю О числе Умерщленных В Сузах В престольном городе И сказал Царь Царица Исфири В Сузах В городе престольном Умертвили иудеи И погубили Пятьсот человек И десятерых Сыновей Амана Что же сделали Они в прочих Областях царя Какое желание Твое И оно будет удовлетворено И какая еще Просьба твоя Она будет исполнена И сказала Исфирь Если царю Благоугодно То пусть бы Позволено было Иудеям Которые в Сузах Делают то же И завтра Что сегодня И десятерых Сыновей Амановых Пусть бы Повесили на дереве И приказал Царь Сделать так И дан был на это указ В Сузах И десятерых Сыновей Амановых Повесили И собрались иудеи Которые в Сузах Так же и в 14 день Месяца Адара То есть вот Наступивший уже 14-е Адара В этом году Значит Выпадает на 1-е Марта Так что уже С наступившим вас 14-го Адара Полнолуние Месяца Адар И умертвили в Сузах 300 человек То есть в первый день Убили 500 этих Фашистов Этих антисемитов Которые Замышляли Убийствовать И резню устроить На второй день Убили еще 300 человек А на грабеж Не простерли Руки своей То есть Только конкретно Шли убивать Тех кто Замышлял убийство Наказать тех Тех убийц Будем договорить Вот так вот Описано здесь Да Без грабежа То есть все было Вот так вот И прочие иудеи Находившиеся В царских областях Собрались Чтобы стать на защиту Жизни своей И быть покойными От врагов своих И умертвили От неприятелей Своих 75 тысяч А на грабеж Не простерли Руки своей Это было В 13 день Месяца Адара А в 14 день Сего же месяца Они успокоились И сделали Его днем Пиршества И веселья Иудеи же Которые в Сузах Собирались В 13 день Его И в 14 день Его И в 15 день Успокоились И сделали Его днем Пиршества И веселья Посему Иудеи Сельские Живущие В селениях Открытых Проводят В 14 дня Месяца Адара И 15 дня Его Как таких Дней В которые Иудеи Сделались Покойны От врагов Своих И как Такого Месяца В который Превратилась У них Печаль В радость И сетования И сетования В день Праздничный Чтобы Сделали Их Днями Пиршества И веселья Посылая Подарки Друг Другу И подаяние Бедным И приняли Иудеи То что Уже Сами Начали Делать И о чем Мердыхай Написал К ним Как Аман Сын Амадав Авгиянин Враг Всех Иудеев Думал Погубить Иудеев И бросал Пур Жребий Об Истреблении И погублении Их И как Есфирь Дошла До царя И как Царь Приказал Новым Письмом Чтобы Злой Замысел Амана Который Он задумал На иудеев Обратился На голову Его И чтобы Повесили Его Жребий Ибо И на языке Их Жребий Называется Пурим Согласно Поэтому Согласно Со всеми Словами Сего письма И с тем Что Сами Видели И до чего Доходило У них Постановили Иудеи И приняли На себя И на детей Своих И на всех Присоединяющихся К ним Неотменно Чтобы праздновать Эти два дня По предписанному О них И в свое время Каждый Каждый год Каждый год Вот Ну и Раз мы Вот Христиане Да Привиты К лозе И значит И присоединились К народу Израиля Вот И тогда Это праздник Библейский Это праздник И наш